всем привет 14 градусов завтра обещают плюс 21 посезавтра плюс 21 не знаю ветер не майами только пошла в жилетки я не рискнула у меня жилетка потоньше пришло мне на почту купончик на скидку поэтому мы с полинка сейчас идем за кунжутом за орешками потом суперстор за молоком потому что забыла заказать молоко естественно мне его не привезет 3 часа дня мера в раковине засор я его пыталась 2 часа покажет ваша сушка до сушек я пыталась два часа его в антусом разбить в общем этот потом хотим сходить написала я волонтерской организации по поводу эвакуации связалась там поискала попыталась найти волонтеров которые могут вывести от двери до двери чтобы не было там пересадок потому что бабушка ходит только по квартире и вот связалась с одной волонтерской организации спросила могут ли они помочь выехать там денег на бензин там он мне пишет что дело не в денег дело во времени и если они готовы завтра выезжать то я говорю их вывезу только на ту сторону реки а там заберут волонтера отвезут на харьков то есть одна пересадка я же ему пишу окей хорошо сейчас я у них спрошу потому что тоже наш 8 часов разница во времени у них как бы практически уже вечер то есть это они должны утром наверно ли когда-то вам выезжать у нас еще было 12 часов дня то есть еще какие-то какое-то время на сборы допустим я так и не дозвонилась я занялась очень-очень много раз я звонила на бип я заняла на лайфе звонила на нтс я звонила на ватсап я так и не смогла дозвониться в итоге я написала что я так и не дозвонилась поэтому извините еще там контакты одной организации нашла но их уже скинула маме то что она меня просила найти контакты ну а так как бы я первым было первой волонтерской организации на целом потому что только потому что этот не было там как это контактов чтобы можно было как-то где-то связаться с ними спросить я ему написала в тик токе личные сообщения он не ответил каким-то волшебным чудом дозвонилась я маме я не заслужила попытки она говорит вот недавно появилась вас начало приходить сообщение что ты звонила я дозвонилась на мтс с помощью бипа вот этого мы немножко поговорили коряво правда поговорили потому что ничего не половину не было слышно но в общем главное что они завтра утром готовы не будут выехать вроде как записались там на определенный день ищут возможность раньше выехать раньше и потом но как есть уже как будет я добью поскинула номера но мы пришли будем смотреть если будет связь будем прозванивать так жарко там места не было мы стояли обычно как бы ну хоть хоть как-то полинка садится это прямо ну на какой-то там через три или четыре остановки кто-то встал и поля 7 а я с орешками орешка получилась на 33 доллара минус 5 долларов скидка 28 в общем мы пошли в маг увидимся с вами позже или завтра не знаю посмотрим еще берегите себя пока воздушный поцелуй да а там карта ляжет увидимся более говорила купи мне ведро на хэллоуин пошли в этот хэппи миле ведро одежды бутербродик йогурт и сок ты довольно яблочко свое ешь вот так вот мы приобретнули ведерко сходили доллар 3 купили скупились очень потратил 26 долларов купили такую игру у но прикольная карточная гранита на сколько стоит интересная играем купили вот такую игру но пока еще не разобрались как играть начали играть не поняли как играть пока отложили купила вот такой капучинатор вот пять долларов помню точно стоит не спрашивайте зачем она мне надо я не знаю хочу попробовать сбить яйца получится ли нет не знаю но в общем яйцо хочу попробовать сбить купили средства для мытья унитазов утенок взяли штуку для держания щеток и пасты взяли 2 ментаса за доллар 25 конфеты жевательные или сосательные поля шума взяли взяли поле игрушечку такую маленькую как он называется стичь стичь красивого и все да ну и ведро там ну ведро было и это шо это шо это значит что мне дали зарплату позавчера то мы сходили макдональдс ходили орешки купили в общем справиться в общем на сегодня все будем дальше играть в уно наша курка готовится будем отдыхать увидимся с вами завтра берегите себя до новых встреч пока пока